Шампанское, аборт, а кораблю бороздить моря и океаны. Новорожденное судно, названное Петропавловск-Камчатский, отправится к берегам своего города-тезки. Судостроители шутят, поскорее бы сплавить туда свое детище. Сегодня для нас великий праздник. Праздник спуска того детища, который мы с вами спускаем. Корабль сам по себе будет служить в нас в непростых условиях, и после того, как он вышел, вы сразу видите, как изменилась погода. И он хочет сегодня служить на Камчатке, там где прохладно, холодно, ему так горячая погода не походит. В этот причине, чем быстрее мы его построим, сдадим и отправим, тем быстрее улучшится погода. Как и свой старший брат Полярная Звезда, новорожденный корабль полностью спроектирован по требованиям морских пограничников. Раньше такого в новейшей истории страны еще не было. Заказчики не нарадуются, сбылась мечта их молодости. Я вспоминаю свою молодость, когда служил на кораблях и командовал пограничными кораблями. Мы мечтали о таких кораблях. Сегодня наша мечта и наши идеи, какими должны быть пограничные современные корабли, вами воплощаются в жизнь. Судно получилось не только от и до, каким просили, но и уникальным по своим характеристикам. Корабль, к совокупности технических характеристик которых, позволяет считать, что он лучший в мире, потому что таких кораблей с таким классом, ледовым классом защиты, с таким вооружением, с такой системой автоматизации, с такой энергетической установкой в мире не существует. Благодаря такому судну и его многофункциональному снаряжению российские моряки смогут бороться с пиратами, террористами, контрабандистами, а еще участвовать в спасательных операциях и тушении пожаров. И все это можно делать два месяца без захода в порт. Сейчас на Зеленодольском заводе строится еще третий корабль этой серии. Его спуск на воду ожидается в ближайшие годы. Дмитрий Айринин, Ирина Сафин, ТНВ, Зеленодольск. Дмитрий Айринин, Ирина Сафин, ТНВ.